Михаил, добрый день. Добрый. В этом году вы вышли на IPO. С чем связано решение сделать компанию публичной? Связано с тем, что у нас обширная инвестиционная программа и агрессивные планы развития. Эта инвестиционная программа требует финансирования, и целью IPO было привлечь это финансирование от акционеров в компании, от новых акционеров, с тем, чтобы, собственно, эту стратегию развития реализовать. Куда Россия сейчас поставляет дерево? Какой рынок самый крупный и интересный для нас? Мы поставляем продукцию лесопереработки. У нас четыре основных направления. Это бумага, упаковка, фанера и плиты, лесозаготовка, деревообработка и клееные деревянные конструкции. Мы поставляем в 80 стран мира. 70% того, что мы производим, мы экспортируем. Нет какого-то одного рынка, который доминирует. Примерно равномерно продукция распределяется по миру. Ну, конечно, Китай один из, так сказать, важных рынков. Европа в целом, так сказать, важный рынок. В Америку мы экспортируем, в Латинскую Америку, так сказать, много, например, бумаги грузин. Поэтому, ну, довольно равномерно распределяется. Как в целом вы видите развитие компании в ближайшее время? У нас стоит цель к 2024 году как минимум удвоить наш ПК для операционной прибыли и беды, да, так сказать, может быть и утроить. И построить ряд новых производств. У нас, так сказать, порядка десяти инвестиционных проектов, которые мы сейчас активно реализуем по строительству новых мощностей. И один очень крупный проект – строительство нового целлюлозного завода. В городе Сегежа в Карелии проект называется Сегежа Запад. Это полтора миллиона тонн целлюлозы готовой продукции по последним, так сказать, доступным технологиям. Практически, так сказать, нейтральные с точки зрения экологии, без выбросов. Ну и таких заводов и в Советском Союзе, и в России не строилось вообще. То есть это будет первое такого рода предприятие в нашей стране. Хотелось бы поговорить немного про устойчивое развитие. Как у компании дела с устойчивым развитием, как вы следите за этим? Ну, тематика важна для нас, так сказать, да, и тематика глобальная, мир идет в эту сторону. Инвестиционные фонды, инвесторы, которые покупают, в том числе, наши акции. Большинство из них имеют ограничения по вложениям в компании, которые не соответствуют лучшим практикам ESG. Вот, поэтому мы, так сказать, работаем в этом направлении. Ну, и идеологически мы эту повестку разделяем, потому что, так сказать, ну, экология понятна, мы все живем, и наши люди живут в тех городах, где работают наши предприятия, и мы хотим, чтобы эти люди жили в нормальных условиях. Соответственно, безопасность труда и условия труда, промышленная безопасность даже не ставится под сомнение. Это приоритет номер один. Социальная ответственность бизнеса тоже никуда не девается, потому что понятно, что те города, как правило, это небольшие города, моногорода, поселки, бюджетов государств не хватает для того, чтобы их развивать, так сказать, так, как мы хотели бы, чтобы они развивались, и мы свою ношу, свою лепту в это дело вносим и будем вносить все больше и больше. В большинстве голов устойчивого развития лесопромышленники – это вот прям, ну, как-то совсем несовместимые вещи. Можете сказать конкретно по каким-то… Лесовосстановление – это наша обязанность по закону, и мы занимаемся лесовосстановлением посерьезно. Мы строим свои собственные питомники, выращиваем саженцы, высаживаем эти саженцы, следим за тем, чтобы они, так сказать, росли, ухаживаем за лесом. Ну, и в целом лес, который был спилен, а потом посажен, по качеству лучше, чем, так сказать, лес, в который никто не заходил последние сто лет, потому что, так сказать, леса, которые не рекультивируются, они либо гниют, либо горят, а, как правило, и гниют, и горят. Лесозаготовки, на самом деле, для леса и для природы больше пользы, чем, как бы, так сказать, вреда. И по соотношению площадей, которые мы получаем в аренду и тех площадей, где ведется заготовка, это, там, один к ста. То есть, реально, это довольно небольшой объем, а, так сказать, мы берем на себя ответственность за практически весь лес. Например, там, пожаров в тех лесах, которые мы арендуем, не бывает. Мы следим, мы ухаживаем, мы прокладываем дороги, так сказать, ну, мы заинтересованы в том, чтобы лес находился в нормальном состоянии. Вот, поэтому это полностью возобновляемое сырье, и мир за последние 30 лет ушел, так сказать, от менталитета, что какие-то жадные капиталисты в Амазонке вырубают, значит, дельту, к тому, что это практически плантационное сейчас хозяйство. В Финляндии, например, врубается в несколько раз больше леса на единицу площади, чем в России. И никто не может сказать, что, там, с финскими лесами есть какая-то проблема. В рамках Питерского экономического форума вы подписали ряд соглашений. Можете рассказать поподробнее? Ну, мы подписали несколько соглашений с банками на предмет строительства Сегежа Запада, потому что это проект 170 миллиардов рублей, объем инвестиций, огромные совершенно, как бы, деньги, сложнейший проект. Вот, поэтому мы собрали консорциум и, в принципе, договорились о том, как этот проект будет финансироваться. Это одно из важных направлений. Вот, также мы подписали ряд соглашений с губерниями, с губернаторами о строительстве новых заводов и взаимодействии, да, потому что это часть, как бы, так сказать, нашей стратегии. Мы инвестируем в обмен на инвестиции, получаем сырье через приоритетные инвестиционные проекты, соответственно, налоговые льготы, инфраструктурные кредиты и прямые инвестиции государства в развитие инфраструктуры. Поэтому у нас там целый круг вопросов, достаточно, так сказать, стандартный, которые, тем не менее, надо решать для того, чтобы мы могли свою стратегию реализовывать. Заключительный вопрос. Вы довольны МЭФом? Закрыли все задачи, которые перед собой ставили? Я считаю, что, так сказать, питерский форум – это одно из самых успешных мероприятий и форум вообще глобально, да, потому что, так сказать, реально съезжается очень много людей, идет живое бизнес-общение. Повестка улучшения инвестиционного климата и развития, как бы, российской экономики, мне кажется, продвигается вперед такого, так сказать, рода мероприятиями. Поэтому мы с удовольствием сюда приезжаем и будем приезжать, так сказать, в следующие годы. Надеюсь, что больше ковидных перерывов, так сказать, не случится. Вот, поэтому в целом очень полезная площадка.